Песни, пляски и гулянья, зимним холодом прощанье и ватрушки и блины ожидания весны. Все это любимый народный праздник Масленица, которая в эти выходные пришла и в город Щелково. Веселые конкурсы, различные вкусности и многие другие традиционные масленичные забавы встречали жителей в Центральном парке. С праздником вас! Здоровья вам! Счастья, добра, удачи, благополучия и всех жизненных благ! Простите меня, пожалуйста, граждане Щелковского муниципального района, если я в чем-то нарушил свое слово. Но я сдержу это слово в 2016 году! Действительно, этот праздник идет от наших корней, от наших предков. Когда хорошо поработал, можно и нужно хорошо отдохнуть. Прав был князь Владимир, когда крестил Русь, то, что оставил этот замечательный праздник. Праздник, который до сих пор объединяет нас всех. Море веселья на празднике ожидало самых юных жителей. Прокатиться на каруселях, на лошадях или попрыгать на батуте – малыши могли совершенно бесплатно. И, конечно, у всех желающих была возможность попробовать традиционное масленичное угощение – румяные блинчики. Хотя в этот раз организаторы приготовили и кое-что на вкус настоящих мужчин, запеченных целиком барашка и поросят. Работали и две полевых кухни, так что голодным никто не остался. Блины вкусные очень, шашлык пробовали, сейчас ждем кашу. Ой, очень все хорошо, очень, прям вот, мне кажется, даже лучше, чем в прошлом году. Каждый год стараются, ну, все нравится. Я вот хожу по всем аллеям, по всем площадкам, по всем тротуарам и вижу улыбки. Вижу, что люди действительно довольны тем, что организовано было для них в первую очередь. Праздник нужен, объединяет людей очень здорово. Я думаю, что вот такие праздники дают нам возможность консолидировать общественность. Масленичные забавы также были на любой вкус. Умельцы могли попробовать себя в необычных спортивных конкурсах, мастер-классах по народным промыслам и даже метании валенок. На масленице каждый мог себя попробовать в традиционной русской забаве – метании валенок. С расстояния около пяти метров нужно было попасть в небольшую корзинку. И призы, и люди выигрывали конкурсы. Молодцы, это очень хорошая славянская традиция. Прекрасно, что это все соблюдается, и в парке такое гуляние. Некоторые пришли на праздник со своими традициями. Так семья Кравцовых украсила одно из деревьев в парке особым, сделанным вручную венком. Их вешают на дерево, загадывают желания. И если через неделю их никто не снимет, то желание сбывется. Вот эти традиции российские, русские, они должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Особенно сегодня радостно, когда много детей. Буквально гвоздем программы стал конкурс «Масленичный столб». Его штурмовали более десяти смельчаков. Многие берут эту высоту не первый год. Ну, уже на протяжении четырех лет поднимаешься. Вот, да, каждый год. Пока получается. Нового года так не жду, как «Масленицы». Настоящие мужчины, одолевшие столб, за свою смелость получили непростые призы от мультиварки до телевизора. Отметили и совсем юных участников другого конкурса. Воспитанники школ и детских садов Щелковского района подготовили для «Масленицы» 13 чучел зимы. Жечь этих куколок не собирались. И даже наоборот, компетентная жюри выбрала три лучших. Первая школа, 16-я школа, и вот детский сад, номер 67, белочка. А вот другое чучело сожгли с большим удовольствием. Долгожданный момент. Зиму провожали ярким фаер-шоу. Вот и растопили зимний холод, пригласив Щелкова красавицу весну. И даже если ударят заморские душевного тепла, от такого праздника хватит на всех.